Осторожно, промойно. Жители поселка Искателей обеспокоены состоянием ледового покрова на Печоре в районе очистных сооружений. В начале января там обнаружили открытый участок реки. Все бы ничего, но в этом месте проходит снегоходная трасса, а с крутого берега детишки по выходным катаются на ватрушках. Ольга Русул продолжит тему. Николай Безумов одним из первых увидел опасный участок. Во время пеших прогулок он неоднократно замечал, что сливные воды очистных сооружений растопили лед на реке. Смотрю, снегоходы прямо по этому делу проезжают по дырочке. С местными жителями здесь, которые гуляют, тоже общался, как бы возмущаются. Дети вот здесь катаются с горки. Ну, есть все основания, как говорится, предполагать, что рано или поздно, если не сделают ограждение, то случится ЧП. Но к промойной небольшой порог сюда выходят технологические воды с новых очистных сооружений. Специалисты заверяют, вреда окружающей среде нет. А вот образовавшаяся полынья – реальная угроза. Ну, у меня палочка для скандинавской ходьбы где-то примерно с метра. Я вот с этой стороны попробовал замерить, видна не хватило. Вот, хотя, кажется, вроде бы вот тут и берег. Вот. Лед висит, он любое время может свалиться. Вот дорога снегоходная, здесь вот проезжают. Вот обвалился лед его, он целый был. Очистное сооружение в поселке Искатели – зона ответственности предприятия Заполярного района Севержилкомсервис. На них лежит ответственность за безопасность на объекте. Поскольку сами очистные были запущены в прошлом году, летом, мы не могли предположить, что вот так все это получится. Но, тем не менее, когда мы об этом узнали, значит, эксплуатируют очистные сооружения наше предприятие Заполярного района Севержилкомсервис, значит, было выставлено требование руководству предприятия, и они поставили время на заграждение. В адрес предприятия Севержилкомсервис направлено официальное обращение в ближайшее время установить стационарное ограждение вокруг промоины. У нас сегодня направлено требование в наш жилкомсервис для того, чтобы в ближайшее время они предприняли меры для установки стационарных знаков осторожно полынья и оградили вот эту полынью, для того, чтобы люди туда не попали. Пока стационарное ограждение не установлено, необходимо проявлять бдительность, чтобы не угодить в полынью. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».